В этой передаче сегодня я хочу учить о Святом Духе. Этим утром, когда я проснулся, я почувствовал так сильно, что именно об этом Господь хочет, чтобы я говорил, потому что я верю, что вам и мне нужно заново познакомиться с Личностью Святого Духа, потому что наше христианское хождение не может быть успешным без Его присутствия в нашей жизни. Вы знаете, что я пережил встречу со Святым Духом? Когда я был еще молодым, мне было 20 лет, на служении Кэтрин Кульман, на нем Бог прикоснулся к моей жизни, и я думаю, что вы читали эту книгу «Доброе утро, Святой Дух». Если не читали, было бы хорошо, чтобы вы это сделали, потому что это изменило бы вашу жизнь. И я хочу сказать вам кое-что. Уже прошло столько лет, и чем дольше я живу, тем больше понимаю, как сильно мне нужен Он. Потому что мы можем потерять реальность Иисуса без Святого Духа. Я думаю, что иногда мы, как христиане, забываем самые важные вещи в жизни. И часто Богу приходится напоминать их нам. «Знаете, я хочу дойти до конца сильным, но я не смогу этого сделать, пока этот же Святой Дух, который помазал меня, когда я был еще молодым, будет так же со мной, когда я состарюсь». Я думаю, что важно для Господа, так это то, как мы дойдем до конца, не только как служители Евангелия, но так же, как и христиане. Что же мы скажем Иисусу, когда мы встанем лицом к лицу с Ним? Мы не можем вернуться назад. «Господь, я служил Тебе 20 лет назад, и я справлялся тогда, но мне так жаль, что я постарел, стал слабым». Нет, нет, мы не можем так говорить. Что-то очень важное происходит сейчас в мире. Знаете, многие люди не сосредоточены больше на Господе. Вы слышите, что происходят различные вещи, и они беспокоят. Но я знаю, что вы любите Господа, и вот почему вы смотрите передачу. Вы хотите, чтобы ваша христианская жизнь была значимой. Вы хотите, чтобы ваш христианский опыт влиял. Апостол Павел сказал, перед тем, как он должен был умереть, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. И не воинством, не силою, не образованием, не интеллектом, не нашей человеческой волей все происходит. «Но Духом Моим говорит Господь Саваоф». И Бог не передумал. Святой Дух стал почти неизвестной личностью тем, кого не знают. Кэтрин Кульман часто говорила, что самый большой грех против него – это когда мы игнорируем его. И я согласен с ней. Но когда мы смотрим на него, когда мы общаемся с ним, самым большим желанием Павла было общение. Он молился о любви Божией, и затем он говорит об общении. Давайте я прочитаю вам. «И общение Святого Духа со всеми вами». И это слово «общение» такое глубокое. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. И это последнее, что он сказал церкви в Коринфе. Церкви, которая сражалась с похотью. Церковь, которая переживала битвы. И они то побеждали, то проигрывали. И один говорил, «Ну, я Павлов», а другой говорил, «Я Аполосов, а я пойду за Петром». И в конце концов Павел сказал, «Послушайте, все дело в Иисусе». И он дал им самый важный ключ, который мог помочь им и помочь нам. «Смотрите на Иисуса». Что это значит? Это означает соучастие, товарищество. И слово «товарищество» означает семь вещей. Я бы хотел, чтобы вы записали их. «Общение со Святым Духом». Вот что сказано на греческом. И это слово означает присутствие. Это слово означает соучастие. Это слово означает делиться друг с другом. Делиться со Святым Духом. Оно также означает соучастие. У нас соучастие со Святым Духом. Номер пять. Близкое общение. Близкое общение Святого Духа со всеми вами. Дружба. Это шестое значение. Дружба. Когда я читал книгу Торрея о Святом Духе много лет назад, меня очень коснулись его слова, когда он сказал, «Мой друг, Святой Дух». Это так коснулось меня. И седьмое значение – общность. Канония. Общность со Святым Духом. И знаете, я не был тем бы, кем я стал. У меня бы не было служения, если бы не тот факт, что я пережил встречу со Святым Духом на служении Кэтрин Кульман. И я познакомился с ним в 70-х. И этот опыт не только изменил мою жизнь, но и жизни миллионов людей по всему миру. Я до сих пор слышу о том, как люди говорят, что книга «Доброе утро. Святой Дух» изменила их жизнь. Я был в Африке недавно. И ко мне подходили проповедники отовсюду и говорили, «Ваша книга изменила мою жизнь». Но это не книга. Это личность. И я хочу снова говорить о нем. Дорогой Иисус, я молюсь прямо сейчас, чтобы мы открыли свои сердца, открыли свой разум, чтобы мы приняли истину. Драгоценный Святой Дух, прикоснись к нам сегодня. Обрати наши сердца к себе, чтобы Иисус был прославлен во имя Иисуса. Аминь. В 1-м послании к Коринфянам, 2-й главе, 9-й стих начинается со слов. Но как написано, «Не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». И это было написано в Исаии, в Ветхом Завете. И теперь смотрите, что говорится в Новом Завете. «А нам Бог открыл это Духом Своим». Поэтому вещи, которые были сокрыты, уже больше не сокрыты, потому что Святой Дух открывает их. «А нам Бог открыл это Духом Своим». 10-й стих. «Ибо Дух, Святой Дух, все проницает и глубины Божьи». Когда Святой Дух далеко от нас, мы духовно засыхаем и умираем. Мы можем говорить определенные вещи, мы можем быть духовными благодаря нашим словам, мы можем быть религиозными в своих делах, но это ничего не значит, потому что это все мертво. Ничья жизни меняется, нет присутствия Иисуса, но когда приходит Святой Дух, когда общение с Ним реально в нашей жизни. Вот почему я говорю с вами сегодня. Потому что я хочу, чтобы это было в вашей жизни и моей. И знаете, я жажду как никогда. На самом деле, я говорю вам, как своим партнером, я жажду как никогда, потому что я не хочу потерять это. Я не хочу закончить неверно. Я не хочу уйти в сторону. Знаете, Павел сказал, «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Это в первом послании Коринфянам 9, 27. Я не хочу, чтобы со мной так произошло, чтобы я не был выброшен вон. Но как нам усмирять и порабощать свое тело? Как нам это сделать? Мы не можем заставить себя, скажем, «Ну, вы будете молиться, нравится вам это или нет». Нет. «Сила Святого Духа помогает нам, не воинством и не силой, но Духом Моим, ибо мы не знаем, о чем молиться как должно». Римлянам 8, 26 говорит, «Но Святой Дух подкрепляет нас в немощах наших. У нас есть немощи, слабости, и мы можем встать на колени и молиться хоть до посинения. И это не поможет вам, пока Святой Дух не станет нашим молитвенным партнером, нашим помощником в молитве. И здесь мы видим, что нам Бог открыл это Духом Своим, Святым Духом. Я люблю называть Его Святым Духом, потому что есть только один Святой Дух. Ибо Святой Дух все проницает и глубины Божьи. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке?» Павел спрашивает, «кроме Духа человеческого, живущего в нем». Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Другими словами, кто знает вас лучше, чем ваше собственное сердце? Кто знает вас лучше, чем ваш собственный Дух? То же самое с Богом. Кто знает Бога лучше, чем его собственный Дух, его Святой Дух. Вот что Павел говорит здесь. И сейчас 12 стих. «Но мы приняли не Духа Мира сего, а Духа от Бога, дабы знать...» Здесь ключ. «Дабы знать нам, дарованное нам от Бога». Так почему же Бог дал нам Святого Духа? Чтобы мы могли знать Его, чтобы мы могли общаться с Ним, чтобы мы могли знать Его, как нашего Небесного Отца, чтобы мы могли знать Иисуса, как нашего чудесного Искупителя, чудесного Спасителя. Это означает не знать о Нем. Это означает знать Его, что изменит вашу жизнь и мою. Мы можем знать о Нем, и это никого не изменит. Но когда вы знаете Господа, Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Когда Он ваш пастырь, и вы знаете Его, у вас ни в чем не будет недостатка. И знаете, в 33-м псалме, 11-м стихе говорится, «Скинны бедствуют и терпят голод. Они голодают, потому что бедствуют. А ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». И самое важное – знать самого Господа. Он великий и сущий. И затем Павел говорит, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек, плотской человек здесь говорится, не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сём надо бы нас судить духовно. И Святой Дух ждёт вас и меня, чтобы мы познавали Его снова и снова, потому что это ежедневное общение. Мы не можем жить тем, что мы знали 20 лет назад или даже год назад. Это ежедневное общение, когда мы призываем Его каждый день. Взываем к Нему и говорим, «Драгоценный Святой Дух, помоги мне приблизиться к Иисусу». Драгоценный Святой Дух, помоги мне лучше знать Господа. Драгоценный Святой Дух, помоги мне молиться сегодня. И знаете, если вы сделаете это сегодня, ваш день изменится. Но вам нужно это сделать и завтра, потому что вы не можете жить тем, что произошло вчера. Честно говоря, я прихожу к вам, потому что я так вас люблю, что хочу поделиться с вами тем, что я знаю. Это работает. И это работает. По-другому вы не узнаете. Это работает. Общение со Святым Духом работает. У христианской жизни нет силы без Святого Духа. Христианская жизнь будет полна рабства и тьмы без Святого Духа. Он единственный, кто приносит свет и свободу в наше хождение перед Богом. Вы не можете ходить с Иисусом без Святого Духа. Вы даже не можете слышать голос Господа без Святого Духа. И где Дух Господень, Библия говорит, там свобода. Иисус сказал в Иоанна 14 главе, 16 по 18 стихи, «Не оставлю вас сиротами, потому что без Святого Духа мы сироты». Без Святого Духа христианин, сирота, он не знает Бога как своего Небесного Отца. Он может думать, что знает, но на самом деле это не так. Вы можете видеть, как некоторые люди молятся. Для них это нереально. Они говорят, «Отец Небесный», но Он для них нереален. Почему? Потому что нет общения. Почему его нет? Потому что нет во всем этом Святого Духа. Иисус сказал, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». И затем Он говорит о том, как придет Святой Дух. И это ключ. Я люблю это место. Иоанна 14 глава. Он сказал, «Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, такого же, как Я, да пребудет с вами вовек». И знаете, Святой Дух здесь сегодня, и Он ждет, что вы призовете Его. И вы не познаете Его присутствие, пока не призовете Его. И когда вы узнаете Его, Он узнает вас. Когда вы приблизитесь к Нему, Он приблизится к вам. Когда вы подойдете близко к Нему, Он подойдет близко к вам. Вот что говорит Библия. И не забывайте, что если мы уйдем от Него, Он уйдет от вас. И одну вещь я узнал о Святом Духе много лет назад, и я продолжаю познавать это, что Он самая нежная, чуткая Личность Троицы. Его очень легко огорчить. Вот почему Библия говорит, «Не огорчайте Святого Духа». Мы не читаем «Не огорчайте Отца», «Не огорчайте Сына», но «Не огорчайте Святого Духа». Почему? Потому что Он легко раним грехом, тем, как некоторые из нас живут временами. Но знаете, что мы угождаем Ему, когда живем правильно, когда мы живем праведно. Но Он знает, и мы знаем, что вы и я не можем жить праведно без Его помощи. Вот почему Он подкрепляет нас. Он подкрепляет нас в немощах наших, всех немощах наших. Поэтому Иисус сказал, что Отец даст вам Духа истины, которого мир не может принять. И не только мир не может принять его, но и те, кто живет по-мирски, кто живет по плоти, не может принять его тоже, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его. Ибо Он с вами пребывает и в вас будет. И когда люди спрашивают, какой же Святой Дух, я отвечаю, Он как Иисус. Если вы посмотрите на Иисуса, вы точно будете знать, какой Святой Дух, потому что Он – Его Дух. Он Дух Иисуса. И какой же Отец? Посмотрите на Иисуса. Иисус – образ Отца. Поэтому, если вы хотите знать, какой Отец, посмотрите на Иисуса. Вы хотите знать, какой Святой Дух? Посмотрите на Иисуса. Иисус – Тот, Кто пришел во плоти, чтобы явить вам, какой Отец. Поэтому, то, что Иисус говорил, сказал бы и Отец. То, что Иисус творил, в точности творил бы и Отец. То, что Иисус говорил, в точности сказал бы и Святой Дух. То, что Иисус творил, точно так же творил и Святой Дух. Поэтому Иисус – это наглядный пример. Иисус – это проявление всего, кем является Бог. Он – откровение всего, кем является Бог. Он – образ ипостаси Его, как говорится в послании евреям о Нем. Он – откровение. И какой же Святой Дух? Он как Иисус. Иисус сказал, «Он от Моего возьмет. Я дам вам того, кто как Я. Все, что вы видите во Мне, есть в Нем». Когда вы видите, как Иисус держит детей на руках, точно так же делает Святой Дух. Он сделал бы то же самое. Иисус смотрел на женщину, которую хотели побить камнями за прелюбодеяние. И Он сказал, «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень?» Точно так же и Святой Дух сказал бы, «И Я не осуждаю тебя». Иисус сказал ей, «И Святой Дух сказал бы ей то же самое, «И Я не осуждаю тебя». Он точно так же любит. Они не отличаются друг от друга в своей любви. Бог един. И Господь сказал, и мне это нравится. 18 стих. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня. Ибо Я живу, и вы будете жить». И когда Он сказал, «Увидите Меня», Он не имел в виду, когда будет Мое второе пришествие. Он буквально имел в виду, что когда придет Святой Дух, Я буду реальным для вас, как Я реален сейчас, даже реальный. В Иоанна 16 главе 7-8 стихи говорится, «Но Я истину говорю вам». Иисус сказал, «Лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам. И Он, придя, обличит мир о грехе, и правде, и суде». Поэтому, когда Господь сказал, «Если не пойду», Он имел в виду, «Если Я останусь здесь во плоти, вам не будет от этого лучше. Лучше для вас, чтобы Я пошел, потому что если Я пойду, то Святой Дух придет». И так оно и было. Апостолы познали Иисуса лучше после Его ухода. Он стал им ближе после того, как Он ушел. Помните, что фарисеи сказали, когда апостолы свидетельствовали о силе Господа и исцеляли больных и говорили с таким дерзновением? Библия говорит, что фарисеи узнали их и сказали, что они были с Иисусом. Но Иисус ушел. Иисус был на небесах, когда фарисеи говорили эти слова. Именно Святой Дух сделал Иисуса реальным для них. Иисус сказал следующее. Именно это мы часто пропускаем, что когда Святой Дух придет, та же самая реальность, тот же самый реальный Иисус, с которым Петр и Иоанн ходили, которого Иаков знал, станет таким же реальным для вас и меня. Точно таким же реальным, каким Он был для апостолов. И Он стал таким реальным для них и более реальным на самом деле, когда Он ушел. Они видели Его во плоти, они прикасались к Нему. Но, как сказал Павел, потому отныне мы никого не знаем по плоти, даже Христа. Почему? Потому что, когда пришел Святой Дух, реальность Иисуса становится такой явной. Даже трудно описать словами на самом деле. И вот чего хочет Бог для вас сегодня. Этот день может стать самым великим днем в вашей жизни. Если вы просто сделаете Святого Духа частью вашей ежедневной жизни. Я хочу помолиться с вами. У меня почти закончилось время, не могу поверить, но я продолжу завтра. Я хочу продолжить завтра, снова учить о Святом Духе. Я хочу помолиться с вами, чтобы Святой Дух сегодня Сам прикоснулся и обновил вас, чтобы Он согрел ваше сердце, чтобы Он забрал всякую тяжесть с Него. И вы можете молиться и говорить, «О Иисус, освободи меня от моего греха, освободи меня от тяжести на сердце, освободи меня от угнетения, в котором я нахожусь». Господь услышит вас, конечно. Но, пожалуйста, поймите, что не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь. Другими словами, именно Святой Дух готов помочь вам и поддержать вас. И мы часто забываем, что нам нужно призывать Его, потому что именно Его Иисус послал, чтобы Он помог вам. И почему же мы игнорируем нашего помощника? Если Иисус послал его, то Он знал, что Святой Дух сделает это для нас. Но я думаю, что из-за того, что мы игнорируем Его, мы сражаемся и страдаем, и все идет не так, как нужно. Это потому, что мы игнорируем Святого Духа. Настало время перестать игнорировать Святого Духа. Настало время перестать не обращать на Него внимания. И я не говорю, что вы это делаете, но может кто-нибудь так поступает, я не знаю. Я рад, что говорю об этом, потому что я хочу убедиться, что вы понимаете, что ваша жизнь ничего не значит без Святого Духа. Но со Святым Духом есть жизнь, свобода и красота. Драгоценный Святой Дух. Поднимите руки, поприветствуйте Его снова. Драгоценный Святой Дух, мы приветствуем тебя. Приди, прикоснись и обнови каждого сегодня. Коснись нашего сердца, коснись нашего разума, оживи наши тела во имя Иисуса. И я молюсь, чтобы ты наполнил каждого своим присутствием, своей великой силой. Да, Господь, пусть это общение станет реальным сегодня во всемогущее имя Иисуса. Общение со Святым Духом. Аминь.